Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Прогулки Саталья. На этом канале я рассказываю вам о том, какие интересные места есть в Харькове и Харьковской области, где можно погулять, отдохнуть, расслабиться, повеселиться, узнать что-то новое и полезное. Сегодня мы приехали на станцию метро Дворец Порта и я хочу вам показать новый фонтан, вернее он не новый, но он реконструирован и он называется Олимпийский фонтан. Его сейчас видно на заднем фоне. Мы подойдем поближе, посмотрим и я расскажу, как этот фонтан появился у нас в Харькове. А вы знаете, что в Харькове огромное число фонтанов, это город фонтанов. Так вот, этот фонтан, который отреставрировали и открыли буквально недавно, является еще одной интересной изюминкой в городе Харькова. А я хочу вам напомнить, если вы до сих пор на мой канал не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и будем вместе гулять по городу Харькову. Вначале хочу обратить ваше внимание на Дворец Порта. Это самое большое спортивное сооружение города Харькова крытого типа. Он занимает площадь больше 19 тысяч квадратных метров и здесь 3500 мест, где могут зрители смотреть за спортивными соревнованиями или концертами, которые часто проходили в Харькове именно здесь. Дворец Порта открыли торжественно 23 августа 1977 года. Здесь же находится еще один памятник. На мой взгляд, он напоминает педестал. Когда спортсмены выигрывают соревнования, они получают первое, второе, третье место и поднимаются на педестал. Вот такой символический памятник, изображающий педестал, стоит возле Дворца Спорта. А в центре памятник Высоцкому. Но сегодня у нас другая тема, поэтому мы поговорим немножко о другом. Давайте теперь посмотрим на фонтан. Этот фонтан, символически изображающий факел с олимпийским огнем, был открыт в Харькове к Олимпиаде 80, которая проходила в Москве. По традиции, олимпийский огонь несут из Греции до того города, в котором будет Олимпиада и проходить. Так вот, летние игры, 22-летние игры проходили в Москве. И к этому событию, конечно же, олимпийский огонь пешком несли из Греции в Москву. 19 июня огонь начал свой ход из Греции. И через месяц, 19 июля, он прибыл в Москву. Он прошел через всю Грецию, затем Болгарию, Румынию, Молдову и Украину. Так вот, этот олимпийский огонь тоже был в Харькове. Его здесь встречали очень торжественно администрация города, жители города. И около 20 спортсменов, харьковских спортсменов, передавали его из рук в руки и донесли его до Белгорода. И в честь этого события, возле дворца спорта, и открыли фонтан, олимпийский огонь. Сейчас его, конечно, реконструировали. Он очень красивый, блестящий, яркий. На самом деле, он символ олимпийских игр. Именно такое величие, красота, мощь и показаны в этом фонтане. Если говорить о том фонтане, который открыли еще в советские годы, то он был действующим до 90-х годов. Затем, как и почти все, что было у нас в стране, развалилось, закрылось. Его открыли в 2011 году, а затем опять закрыли. Вот в этом году обратно он стал действующим. Символом 22-й Олимпиады, которая проходила в Москве, Олимпиады 80, был не только олимпийский огонь, это символ каждой игры, но еще и олимпийский мишка. Что я помню из этого момента? Наверное, те, кто родился и рос в Советском Союзе, этого мишку хорошо помнят и знают. Это был красивый мишка, как будто бы с детской книжки. У него на поясе был золотой ремень и пять колец. Пять олимпийских колец разного цвета. Почему именно мишка? Да потому что он символизирует силу, уверенность и желание победить. Я отлично помню Олимпиаду 80. Я тогда была ребенком, мне было пять лет. И мы всей семьей смотрели по телевизору открытие Олимпийских игр. Я помню, что показывали большой стадион. И по периметру стадиона шли спортсмены из разных стран. А на стадионе было много-много людей, которые почему-то громко кричали. А еще я помню хорошо, что когда было закрытие Олимпийских игр, то большой-большой мишка на воздушных шариках улетел в небо. Прямо со стадиона. Вот известную песню, которую пел Лев Лещенко. Я тогда горько плакала. Поэтому именно эту Олимпиаду я запомнила очень хорошо, как никакую другую. Вот такая краткая история этого места. Если вам было интересно и понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Прогулки с Натальей. А на этом месте будем прощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Жду вас на канале Прогулки с Натальей.